В этом году одному из наших учеников не хватило всего 0,9 баллов, чтобы поступить на лечебный факультет Ташкентской медицинской академии. Он после вступительных экзаменов пришел ко мне и рассказывал условия одной задачи, при решении которой он не нашел просто верного ответа. Вначале я сомневался, может он что-то перепутал, может он неправильно запомнил, может условия там были другие, ну всякие же бывают, может из-за того, что был в сильном волнении. На следующий день вышли ответы, многие были рады, все праздновали, но Сайдазиму было обидно, потому что, ну и нам тоже было обидно, потому что на грант мне хватило всего 0,9 баллов. Я посоветовал сдать на апелляцию, он согласился, но первый раз не получилось, так как эксперты из тестового центра не признали ошибку. Показали ему свое решение, но я удивился, потому что там была явная ошибка. Я посоветовал сдать на повторную апелляцию, я ему сказал в этот раз на апелляцию вместе с тобой я сам пойду. Но мы в конце концов выиграли 2,1 балла, они признали ошибку, но я переживаю из-за потерянного времени, ну нам пришлось лишний раз переживать, лишний раз спорить, ну и так далее. Но самое главное, что все благополучно завершилось, для него и для нас конечно. Желаю всем абитуриентам удачи, желаю, чтобы все стали студентами, желаю, чтобы все стали хорошими врачами, отличными специалистами, желаю, чтобы они никогда не сдавались. Здравствуйте, Саид Азам. Как вам известно, вы выиграли на апелляцию по химии и стали студентом Ашкентской медицинской академии. Расскажите, пожалуйста, как все это произошло? Здравствуйте. Это все началось с того, как я начал обучение в учебном центре проф.эдикейшн. Там я занимался 10 месяцев по трем предметам и готовился. И наконец настал долгожданный день, когда мы все к которому готовились. Поступление. Да, поступление. Вот. В этот день мы все сдали экзамены, но я не очень был доволен этим, потому что там я заметил очень какой-то подозрительный вопрос, которым я не смог найти среди вариантов верный ответ во время решения. Ну, мы сдали, вроде хорошо, но вышли ответы на следующий день. Когда вышли, ну, все радовались, но мне не до этого было, потому что мне не хватило 0,9 баллов на грант, и из-за этого я очень расстроился. Я был крайне недоволен своим результатом. После того я поехал в профи посоветоваться со своими учителями. Там я рассказал своему учителю по химии на драке про эту задачу, его условия и варианты ответов. Ну, он предложил мне сдать на апелляцию этот вопрос и настаивал на этом. После того я сдал этот вопрос на апелляцию и наконец 29 августа меня позвали в апелляцию. Я туда ехал и зашел и пытался доказать им, что этот вопрос неправильный. Но эксперты стояли на своем и никак не признавали, что это ошибочный вопрос. После чего они показали мне свой вариант решения этой задачи. После чего я не мог им ничего сказать и мне пришлось только уйти. После этого я пал духом. Я просто надеялся, что заработаю добавочные баллы. Все-таки добьюсь, думал, но не получилось. Потом я снова поехал в профи-эдукейшн. Он показал своему учитель по химии на драке. Это решение, которое показали мне эксперты из ДТН. Но драка не принял этот метод и сказал, что они не обратили на некоторые моменты решения этой задачи. После чего он сказал, чтобы я сдал на повторную апелляцию. Ну, я уже как-то был уже сломлен, не хотел даже, почти сдался. Но он настаивал, настаивал и заставил, наконец, повторную апелляцию. И сказал, что он сам со мной пойдет, как внешний эксперт. Присутствует апелляция. Ну, в итоге мы дошли до конца, смогли доказать экспертам из ДТН, что они ошибаются в этом вопросе и выиграли 21 балл. И этим я выиграл апелляцию и заработал себе баллы на грант. И поступил на Ташми бюджет. Спасибо вам, учителя. Низкий вам поклон. Профи-эдукейшн – это команда профессионалов.